В общем, я решился и купил Samsung Galaxy Note 10. И дело в том, что в этом смартфоне, который стоит дешевле, чем среднебюджетные смартфоны, 256 гигабайт встроенной памяти. Здесь беспроводная зарядка, флагманские камеры и огромные возможности стилуса S-Pen. Кайфовый дисплей, приятная оболочка. И вот за всё это я отдал 18 тысяч рублей. У меня была давно мечта купить Samsung Note серии. Но проблема была в том, что Galaxy Note 20, они очень дорогие на вторичном рынке. Про Galaxy S22 Ultra я вообще молчу. И что же купить? Восстановленный с Китая или БУ с Авито? И непонятно, что придёт. Почитал отзывы, решил рискнуть, купил смартфон на Алиэкспресс, восстановленный. У меня был очень неприятный опыт покупки iPhone 6s, восстановленный с Китая. Здесь же я боялся, как же всё будет, но оказалось, что всё выглядит очень круто. Коробка упакована, все запчасти, всё так это. Но у меня аксессуары не особо волнуют. Сам телефон, посмотрел на стыки, проверил качество дисплея, AMOLED. В общем, всё классно, по зазорам, стыкам, всё на самом деле хорошо. И за всё про всё я отдал 18 тысяч рублей. Это примерно 280 долларов, по-моему. Давайте вот этот слайд, где я сравниваю камеру Note 10 с iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy A53. И мы видим, что A53, который дороже, чем Note 10, в портретном режиме ошибся. А Note 10 и iPhone 13 Pro Max сделали офигенную фотку. В общем, в чём посыл? За 18 тысяч рублей мы покупаем просто реально флагманский смартфон, который очень-очень актуален в нынешнее время. И телефон как бы новый. Тут новый корпус, как бы новый дисплей. По крайней мере, всё работает очень хорошо. Конечно, мы проверим, посмотрим, что с ним будет дальше. Сразу скажу, что по батарейке проблем нет. То есть, тут всё работает, на самом деле всё очень хорошо. Теперь расскажу о проблемах покупки. Я не знал, что есть американские версии, корейские версии, европейские версии. Американская была дешёвая, думаю, возьму его. Там мне пишет продавец, что какие-то проблемы по английскому языку. И даёт мне ссылку на 4PD, думаю, ладно, окей, разберусь, качаю. И в итоге я разобрался, сделал всё. Но всё-таки, последний момент, у меня какая-то штука не работает. То есть, полной русификации у меня нет. Хотя, в принципе, я и так по-английски знаю на таком уровне, что я вполне могу использовать телефон. И тем более, я могу включить тему. Она на 10 минут полностью меняет телефон на русский. И самое классное, что мы получаем. Мы получаем стилус. В этом смартфоне две беспроводные зарядки. Одна для того, чтобы заряжать сам смартфон. А другая для того, чтобы заряжать сам стилус. И 6,3 дюйма с минимальными рамками, с великолепным качеством дисплея. Почему я не купил Note 10 Plus? Потому что в последнее время я с собой таскаю как минимум два смартфона. Если я выхожу, какие-то фотки делаю для обзора, у меня бывает и четыре смартфона. Поэтому мне не хотелось ещё один огромный смартфон. И Note 10 в этом смысле прям реально очень крутой. Потому что он очень компактный. Им очень удобно пользоваться. И дисплей просто реально великолепный. Да, вы можете написать, что здесь всего 60 Гц. Но я уже говорил, что я за этими Гцами не гоняюсь. Но по всем остальным качествам ещё попробуйте поискать такой дисплей в смартфонах за 40 тысяч рублей. Я уверен, что это будет очень трудно сделать. Тут всё делалось флагманским. И даже память 8 ГБ оперативной памяти и целых 256 ГБ встроенной памяти. Но это просто очень много. В прошлом году Xiaomi Poco X3 Pro был нереальным хитом на чипе от Snapdragon 860. Я просто много раз видел в DNS, в сетелинке, как реально школьники, подростки, студенты просто уметали эти смартфоны. Естественно для игр. А в Samsung Galaxy Note 10 стоит тот же самый чип, просто он называется Snapdragon 855. Но в отличие от Poco X3 Pro, там где был хороший чип и всё остальное было ужасным, и телефон был просто огромный. У Samsung Note 10 великолепный дисплей и великолепные камеры. То есть мы получаем за очень маленький прайс просто офигенно нафаршированный смартфон. Snapdragon 855, американец, для меня это вообще не важно. Был бы здесь Exynos, я бы точно так же к нему относился, потому что я не гоняюсь за этими играми, то есть я вообще не играю. Exynos стоит у моего друга на смартфоне Note 10 Plus и до сих пор он великолепно работает, то есть без нареканий. Ну потому что просто, наверное, мы не играем в игры. И теперь немножко хотел бы покритиковать дизайн Note 10, потому что, на мой взгляд, как Samsung умудрились именно в этой линейке всё испортить, я не могу понять. Были у нас великолепные камеры, как у S10 вдоль, прям красиво, всё великолепно. Даже у Note 9 великолепный дизайн. Ну нет, они взяли и сделали такие продолговатые камеры, как у iPhone XS и XS Max. Это, понятное дело, было сделано, чтобы подражать Huawei со своими длинными камерами и iPhone. В итоге мы получили фиговый дизайн, посредственный, сейчас он вообще не смотрится. Вот уже S20, Note 20, они уже с квадратным блоком, выглядят уже прикольно. А здесь же они взяли, кроме того, что камеры поставили, не пойми как, взяли и поставили кнопки слева. То есть даже кнопка включения слева. Спасибо, что убрали кнопку Bixby. Да, она просто была отвратительной на S10, она постоянно мешала, её убрали. Но кнопки слева, ребят, так никто не делает. То есть и в Note 9 они справа, и в Note 20 они справа, а у Note 10 они слева. Какого чёрта? Честно говоря, мне очень сложно понять, под каким воздухом они создавали вот такой дизайн. И чем они дышали, сидя в офисе, создавая дизайн Samsung Galaxy Note 10. Кнопки неудобные, но к ним привыкаешь. Но радует то, что камера почти не выпирает. Это на самом деле сейчас, нужно сказать, спасибо, потому что сейчас камеры все торчат. Каждый раз боишься поставить телефон на стол, потому что он может поцарапаться. И здесь ещё очень классный изогнутый дизайн. И симметрия во всём. Реально очень крутой дизайн. В плане спереди всё отлично. Но про кнопки я уже говорил, что они в отстойном месте. Но дизайн сам по себе, на самом деле, спереди очень круто. Если мы посмотрим на современный смартфон, то что там энтузиасты выпустили Nothing Phone. Вроде бы крутой дизайн, журналисты его рекламируют. Но у него нет никакого статуса. Вот на КМВ покажите Nothing Phone. Он такой же, как и любой, я не знаю, Акител, скажем, с Китая. Просто с прикольным дизайном. Ну и попробуйте продать его на Авито. На Nothing Phone через 2 года, когда уже весь кипиш уйдёт. Потому что этот телефон создавали на последние деньги инвесторы. И мы не знаем, что будет в дальнейшем с обновлениями. А вдруг он провалится. Ну правда. В магазинах его нет. Купят его только гики, те, кто смотрят, следят за новостями. Я знаю очень многих бизнесменов, которые пользуются флагманскими Samsung. Либо S-серия, либо чаще Note-серия. Потому что если по каким-то причинам люди не выбирают iPhone, они выбирают в первую очередь Samsung. И у этого Note 10 узнаваемость, она просто огромная. И все вокруг знают, что это был очень-очень дорогой смартфон. Что ты за него заплатил дороже, чем iPhone, но купил Samsung. И ты его очень легко продашь. Вот правда. Samsung на вторичном рынке, а это самые ликвидные смартфоны после iPhone. Теперь немножко расскажу про оболочку. Потому что богатая компания Samsung постоянно вливает кучу денег. И у нас получается смартфон работает на 12-м андроиде, поддерживается очень много функций. Именно за оболочку многие любят Samsung. Да, у Xiaomi она может быть где-то функциональной. Но до тех пор, пока у тебя выскакивает первая реклама. Если я знаю, что там реклама есть, то люди, перешедшие с Huawei и Samsung на Xiaomi, они просто в ужасе. Реально говорят, что творится вообще? Как может быть в смартфоне реклама от самого производителя? То есть люди реально не знают об этом, вешаются. Это не подростки, которые, ну хорошо, я сейчас выключу. Они говорят, как бы нам поскорее продать и купить нормальный телефон. У Samsung их косяков нет. То есть это все-таки бренд, который следит за своим имиджем. Но также эти Huawei, просто жалко их, они уже ушли из России. Теперь немножко про стилус. Это очень крутая вещь. Если вы оцените и начнете им работать, то в каждом смартфоне вы будете искать стилус. Я знаю, что многие и не пользуются этим стилусом. Но из-за того, что я какие-то графические элементы создаю, мне это очень нравится. И за эти годы у S&P создалось огромное количество комьюнити дизайнеров, тех, кто рисует. Потому что ближайший конкурент Samsung Note серии, это айпады со стилусом. Да, крутое решение. Но, во-первых, он большой. Во-вторых, он дорогой. Но ты его везде не возьмешь с собой. Здесь у тебя просто телефон в кармане. И ты оттуда же, прямо с телефона достаешь стилус и рисуешь. То есть графические дизайнеры эту фишку оценили давно. Потому что это реально безальтернативная функция. Ни у кого нет такого крутого стилуса, тем более в смартфоне. Samsung это просто реально монополисты, можно сказать, в этом вопросе. И поэтому их Note смартфоны на вторичном рынке такие дорогие. Здесь же я купил Note 10 за хороший прайс. И просто радуюсь, что я могу рисовать за очень-очень минимальный прайс. Я получил возможности, которые позволяют мне какие-то зарисовки делать на этом крутом стиле смартфоне. Немножко про камеру хотел бы поговорить. Знаете, по видеосъемке она уступает айфону. Она даже уступала в свое время айфону 11 Pro Max. Я делал сравнение. Но суть в том, что сейчас, когда мы сравниваем, скажем, Note 10 с любым среднебюджетным смартфоном, когда мы снимаем в формате 4К 30 кадров в секунду, ну теряются. Бюджетники теряются. И еще у Samsung Note 10 стоит 16-мегапиксельная ультраширокая камера. И это очень качественная камера. Потому что в смартфонах до 40 тысяч рублей, по моим наблюдениям, устанавливают отвратительную камеру на 8 мегапикселей просто для галочки. Здесь у нас полноценные 3 камеры. Есть даже телефотообъектив. Но смысл в том, что здесь широкая камера снимает лучше, чем смартфоны 22 года, которые стоят 340 тысяч рублей. Основные приходят. Уже есть оптическая стабилизация. Если мы сравним с Samsung Galaxy A53, то снимки там на самом деле хорошего качества, они сравнимы. Но мы говорим о трехлетнем смартфоне, который, во-первых, умеет переключаться во время съемки видео между камерами, то есть с основной на широкую, может переключиться вплоть до 4К 30 кадров в секунду. И этой функции нет у подавляющего большинства среднебюджетных смартфонов. То есть достал ты камеру, снимаешь какое-то видео, хочешь на широкую переключиться? А нет. Выключи и переключи на широкую камеру, потом заново ночная запись. Вот так работают все среднебюджетные смартфоны. И когда люди переходят с iPhone на какой-нибудь бюджетный смартфон, тоже вешиваются, потому что на iPhone это давным-давно уже все существует. Там тоже переключение между камерами, все сделано круто. Здесь же мы имеем даже 4К видеосъемку на переднюю камеру. В общем, по видео, по фото Samsung очень флагманский. Он уступает по видео однозначно современным айфонам и даже тех лет айфонам он уступает, но лучше, чем среднебюджетные смартфоны. А по фото качествам он зачастую лучше, чем некоторые айфоны, которые выпускались даже после Samsung. Потому что алгоритмы Samsung по фото, они на самом деле очень хорошие. И дают достойные кадры. Поэтому Samsung, ну, 10-й, кроме всех своих функций стилуса, дизайна, дисплея, это еще и классный камерафон. То, что он мощный, тут все летает, я об этом говорить не буду. Многие сейчас скажут, что вот такая оболочка, она потом будет глючить. Да нет, ребят, Samsung оболочки глючит больше на смартфонах А-серии за 15 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей. Там на самом деле сильно огроможденная оболочка Samsung реально глючит. Потому что, ну, правда, за 10 тысяч рублей вы там не поставите ненормальный процессор, ненормальную память и все будет глючить. А вот на Note сериях, на S сериях все летает. И летает спустя годы вперед. У меня был Galaxy Note 8, это тоже очень крутой смартфон. И вот на Exynos он спустя столько лет великолепно работал. Здесь же пока мне все нравится, придираться не могу. Правда, все великолепно работает. Дисплей крутой, в руках смартфон держит очень круто. Смотрится он, ну, на самом деле хорошо. Правда, огромный вырез фронтальной камеры меня по-прежнему раздражает. Но в целом тут все симметрично и все прикольно. Защита от воды в этом смартфоне когда-то была. На нее надеяться я не буду. Ну, и если дисплей до 6,3 дюйма, это хорошее значение, то вот батарейка нет. 3500 мАч, ну, это ужасно. Это правда ужасно. Мне приходится включать всегда темную тему, чтобы смартфон не раздряжался. Я уже привык к огромным батарейкам. Если в конце 19-го, начало 20-го года 3500 еще более-менее, то сейчас, ну, нет. Это ужасно. Правда, это ужасно. Я привыкаю к нему. Ну, я пользовался iPhone 12 mini. И у меня есть опыт использования смартфона так, чтобы доделать его до вечера. Но хотелось бы больше. Ну, это компромисс, на который я готов идти. Потому что все остальное реально очень крутое. Когда мы вспоминаем, что мы за сколько купили телефон, и что он умеет, и что он будет уметь через 3 года. Потому что среднебюджетный Realme 9+, там, Pro, все остальное. Там, Xiaomi, Note 11 Pro, плюс. В общем, это все через 3 года будет просто как Redmi 4X сейчас, с которой моего сына, он хочет его разбить об стенку, уже глючит, лагает, не работает. А здесь через 3 года все будет окей. Ну, потому что уже имеется опыт, скажем, Galaxy Note 8. До сих пор великолепно ведет себя и отличный смартфон. Поэтому я очень доволен моей покупкой. Купил с AliExpress, рисковал, но в итоге все обошлось, все окей. Напишите ваше мнение про Samsung Note серии. Покритикуйте этот телефон, если у вас есть весомые аргументы. Я почитаю их. Спасибо, что досмотрели до этого места. До новых встреч!